Ну что ж, коллеги, давайте начнем. Слово представляется Алексею, который нам расскажет про толстый, по-настоящему толстый пандас. Алексей Жги. Итак, всем привет. Спасибо, что пришли. Сегодня было сложно, я думаю, с утра встать вам, как и мне. Итак, я буду на самом деле говорить не только про фреймворк пандас и даже не буду сильно вас сегодня нагружать какими-то очень страшными алгоритмами, кусками кода. Мы немножко поговорим о теории, а потом немножко еще попинаем всякие разные технологии. То есть минутки ненависти тоже будут, но как и минутки добра в том числе. Итак, я немножко расскажу о себе и что я вообще здесь делаю. Ну, сам я занимаюсь постольку-поскольку всякими различными математическими штуками, поэтому какой-то расовой ненависти, которая была изначально к разным языкам программирования, сам изначально Java-разработчик, она у меня постепенно стиралась, 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 и я дошел до такой жизни, что начал что-то даже писать на питоне какое-то время назад. Так что не знаю, насколько с такими тезисами я с вами сейчас объединяюсь, но давайте посмотрим. Язык у меня часто диктуется исходя из той технологии, которую я хочу использовать, но есть некоторые вещи, которые хочется сильно проигнорировать. Итак, сейчас я вам буду рассказывать сказку. Сказка заключается в следующем. Я попытаюсь симулировать некоторую рабочую ситуацию. Представьте себе, в один прекрасный день вас на ковер вызывает, не знаю, начальник проекта, вы какой-то питон-разработчик средней руки в какой-то компании, может быть аутсорс, может быть нет, и он начинает излагать вам свою речь. Речь заключается в следующем. Привет, к нам прилетел какой-то странный проект по датамайнингу. Мы, конечно, бы, наверное, тебя взяли, но ты же обычно клепаешь какие-то веб-приложения. Да, я слышал, что на питоне что-то можно, но нам же нужен настоящий ученый, такой, который закончил настоящий ученый факультет с ученой степенью, и он должен писать на настоящем ученом языке. Я слышал о таком однобуквенном, ты, наверное, не из них. Он говорит, давай мы наймем R-девелопера. Ну как девелопера? Ну вот, чтобы он нам что-то прогал на R, а ты потом будешь как-то это в свой код встраивать его модельки, ну напишешь какую-то веб-обвязочку, ну и мы это покажем заказчику. Он будет очень рад, самое главное, R никогда не увидит. Вообще, ты программист, ты не аналитик, тебе разве пристало думать о каких-то сложных вещах? Давай, в общем, фигачь свой код, говорит тебе твой менеджер или кто там еще, кто принимает эти решения. Ну и ты как бы устремляешься. Но в душе что-то такое нехорошее начинает назревать. Назревать в том плане, что тебя чем-то обделили, ну в смысле, чем ты хуже. И вроде бы есть аргументы на твоей стороне, и можно ткнуть глазами в какую-то статью, но порой этих аргументов как-то не хватает. В общем, об этом примерно я буду говорить. Часть моего рассказа такая мотивационная, как вам болтать как раз свой вышестоящий чин и грамотно мотивировать, почему вы, питон-разработчик, можете спокойно этот проект на себя взять. Тем более, скорее всего, там не такая сложная штука, как на каких-нибудь Kaggle соревнованиях. Там, скорее всего, все будет сильно проще. Итак, будет такая хорошая вводная часть. Я сразу заранее извиняюсь перед суровыми датамайнерами, которые там, возможно, сядут в этом зале, которые перелопатили тонны кода. И вот эта небольшая вводная часть будет не для них. Она будет для тех, кто как раз себя хочет попробовать в этом направлении. Итак, все начинается с очень простого. Какие-то компании начинают копить данные, данные разного характера, не обязательно какие-то большие данные, вполне маленькие данные какого-то торговой площадки, которой там занимается e-commerce торговлей, это мегабайты, может быть, сотни мегабайт максимум. То есть в какую-нибудь нормальную базу данных все это помещается. В какой-то момент к вам приходят и говорят, дружище, нам нужно что-нибудь начать предсказывать. Не знаю, заказчики очень любят, когда им начинают предсказывать, не знаю, будущий доход. Это позволяет им каким-то образом верстать бюджеты и так далее. А простое среднее по предыдущим кварталам, ну, у них почему-то не работает. Нужно учитывать какие-то факторы. Очень любят люди запускать торговых роботов, которые что-то предсказывают, например, курс доллара на основании курса доллара предыдущего дня. Ну и такие всякие разные штуки. Ну и, конечно, самая благодатная тема – это какое-нибудь классное погодное приложение, ну, может быть, под Android, вот, в котором будет говорить классная модель, которая тоже возьмет все питерские многолетние данные и предскажет нам эту аномальную жару и аномальную пылюку. Ну нет же, не получится. Дальше особняком стоят задачи, когда вам нужно отличить, например, на этой фотографии реально толстого человека от реально мягкого дивана. Да, будут и фотографии, на которых они будут вместе, и разлепить их будет реально сложно. Так называемые задачи, как распознавание, они дальше распадаются на такие разные задачки. То есть вы можете, например, попытаться оценить вес объекта, и он будет, например, равным. Тогда эти объекты попадут в один класс. Но если вы хотите отличить живое от неживое, то это будут разные задачки. На самом деле типичные вопросы, которые задают датамайнеру, вот бизнес задает, я все время буду плясать от бизнеса, он говорит, например, в банковской сфере, я думаю, часть из вас работает, так или иначе может быть связано с банками, к вам приходят и говорят, слушай, а вот у нас есть какие-то заемщики, на основании его кредитной истории нам стоит выдавать ему следующий кредит или нет? Нет, ну конечно стоит, мы всегда выдаем всем кредиты. Но если вы строите банк не одногодку, вам приходится работать с его кредитной историей, немножко доставать кусочки информации из ваших банков, партнеров и так далее. Или вам нужно определить, например, какого-нибудь телефонного хулигана. У вас, например, есть какие-то неопровержимые вещи в вашем участке милиции. Ну да, представляю, идеальный участок милиции, который все записывает, обрабатывает, и потом идет и спасает старушек. Ну вот в каком-то таком идеальном мире тоже может пригодиться. И, конечно же, снова возвращаясь к предсказанию прибыли. На самом деле тут дальше идет интересный разбег. Кто же такой датамайнер? На самом деле не совсем понятно. Возможно, это какой-то человек, который просто занимается статистикой. На части проектов, когда вот пишут, нам тут нужен датамайнер, специальный сэр, иногда хватает мощи какого-то статистического пакета, потому что людям ничего кроме агрегатов и средних посчитать-то, в общем-то, не надо. И очень часто бизнес под этим подразумевает, давайте построим отчетики. Дальше. Возможно, сюда включаются какие-то другие компоненты, я их попытался все описать. Люди любят пихнуть маркетинговое слово. Machine Learning, да, ML или еще какие-то такие классные слова. Как только оно появляется, проект тут же утяжеляется. Можно за такого разработчика получить большую ставку. В общем, на самом деле непонятно, в чем на низовых этапах отличие датамайнинга статистика. Вот это прямо слайд. В Европе проходят классные конференции, бигдата, датамайнинг и так далее. И они все состоят сплошь из таких слайдов. Обязательно такой слайд должен был быть у меня. Я его вставил. Это какое-то таинственное облако тегов, все слова клевые. Они очень классные. Каждый из них хорошо продается. Вы в свой твит, если вставите любую пару из них, вас сразу же зафоловят тысяча ботов. Я вот сегодня тем же самым занимался. Писал в твиттер, и меня фоловили боты. На самом деле часть людей уходит в бок. И тут у питона есть очень хорошее преимущество по сравнению, например, SR, у которого более архаичные визуализационные библиотеки или с какими-то другими вещами. Тут, пожалуй, ему только конкуренцию JavaScript составляет. Кто-то говорит, мы будем продавать только классные инструменты для визуализации данных. И иногда заказчику нужна очень хорошая визуализация очень простых каких-то данных. Хотя вот здесь у меня есть абсолютно никчемная картинка. Она, например, это пики, которые соответствуют распределению населения США. То есть интересная закономерность в городах, где больше живет, больше живет. Ну там и так далее. Или пик выше, очень интересно. Можно смотреть на ее картинку годами, но она ничего не дает, кроме, возможно, сюда здесь стоит нанести бомбовый удар или не стоит нанести. Ну то есть какие-то бесполезные данные. Чуть дальше продвигаются те, кто работает с Alab кубами. Вот тут у меня немножко скептическое отношение к Python и в работе с Alab. Да, есть некоторые фреймворки, но, в общем, не питоновские инструменты здесь лучше. Если вы пошли в эту веточку, от вас хотят многомерные срезы, многомерные отчеты, наверное, Python не самое лучшее средство для того, чтобы с ними работать. Тут будет много возни и с реляционными, и нереляционными базами. Ну, скажем так, есть инструменты получше. Поэтому не Alab. А еще датамайнинг определяют как некоторую магическую часть, и мне очень нравится это определение, оно почти википедийное. Это magic part of KDD. То есть, а что такое вообще датамайнинг? А давайте не будем его определять, а выбросим все остальные части, которые им не являются. Это не выбор и не подготовка данных. Это даже не их преобразования какие-то. И это, конечно, не интерпретация результатов. А вот то, что мы не определили, вот это все назовем датамайнингом. Мне нравится это определение, только проблема в том, что 90% времени вы строите, тратите не на построение классных моделей, а как раз на вот эти четыре шага. Здесь Python просто очень классный инструмент. Как это работает в большинстве компаний, в том числе российского рынка, которые занимаются, скажем так, в широком смысле датамайнингом, включая все эти пять ступеней? Ну, конечно, вы приходите к заказчику и говорите, давайте нам данные, у нас есть классный сайт, у нас есть классные эксперты. Мы делаем свои магические манипуляции, которые мы вам не покажем и не расскажем. Там могут быть очень страшные вещи, как вычисление среднего, как я уже говорил. И после этого мы строим супер-энсверинг-эксперт-машин, которая будет отвечать на интересные вопросы одного правдотипа. И после этого мы получим бабло, а вы получите счастье. На самом деле, да, ну, если вы зайдете на некоторые сайты, там так процесс и будет описан. Никто не приоткроет завесу. Я как раз считаю, что честность, честность в использовании инструментов и методов, она как раз намного больше плюсов дает. Ну, вот российский рынок выглядит на самом деле так. Теперь немножко вернемся к дата-источникам. То есть вам наверняка захочется с какими-то вещами поработать. И тут, к сожалению, во всей вот этой вот разработке, дата-майнг-разработке, никто не смотрит, как красиво выглядит ваш питоновский код. Это вообще не имеет никакого значения. Потому что данные всем рулят. Главное, чтобы он удобно, аккуратно обращался с данными. Может быть, хоть какой угодно страшный. И более того, у многих людей, которые пишут питоновские научные библиотеки, ну, у них тоже красота кода была не на первом месте. И уж тем более не его оптимизация. Я на предыдущем докладе слушал. Здорово. Никто, к сожалению, их там не сидит и не оптимизирует. Такие экземпляры, с которыми вы сами можете поиграться. Это, конечно, какой-нибудь граф Твиттера 2010 года. Скачали, работаете с ним. Ага, только есть небольшие проблемы с тем, что он действительно большой, а питон слегка немногопоточный. Это, например, какие-то погодные данные. Эти датасеты насчитывают там 150 лет, например, для того же Петербурга. И с ними тоже очень интересно что-то делать. А в России сейчас развивается движение Open Government Data и так далее. Вот в Питере проходили какие-то ивенты. Чиновники расшаривают замечательные датасеты, таблички, вставленные в HTML. Их можно парсить, грабить. То есть вам очень много придется делать интересных шагов до того, как вы построите DataFrame и что-то с ним будете делать. Как минимум вы напишите парсер с госуслуг или чего-то такого. Потом это медицинские данные. Если вам повезло, и вы работаете с какой-то передовой, я на опыт российского рынка буду обращаться, он очень похож, но опыт западного просто более зачаточный. Вам могут достаться какие-то интересные данные. Например, тут в наших институтах данные о геноме. Вы, может быть, сможете получить что-то интересное. Чаще всего это будут некоторые данные истории болезни. Истории болезни очень похожи на кредитные истории или истории покупок, только нужно предсказывать не, что человек купит, а, например, от чего он умрет в ближайшее время. На самом деле здесь есть какие-то этические границы, которые, например, некоторые девелоперы переступать не хотят. То есть, скажем так, здесь точность вашей модели, проценты, о которых идет речь, цена этой точности слишком высока, потому что она влияет на чьи-то жизни. Но чьи жизни особо влияют, не знаю, предсказания финансовых данных. Только на жизни трейдеров, которые плохо торгуют, но не более. Итак, основные источники данных, с которыми приходится работать. Вот здесь нужно разобрать, в чем питон хорош, в чем нет. Ну, понятно, у него есть куча ОРМ для того, чтобы платить в реляционные базы данных. Все тут здорово. Только, пожалуйста, не зацикливайтесь над тем, какую ОРМ выбрать. Это действительно неважно. Иногда дохватает и простого голого SQL в базу данных, потому что вы чаще всего читаете один раз, транзакции у вас в эти данные не будет, данные на чтение. Потом это какие-то срезы данных в невероятных научных форматах. Их очень много. И вот здесь уже Pandas, я про него чуть позже скажу, он очень сильно помогает, потому что именно там, наверное, был самый полный набор чтений из всех научных форматов. А мне надо было писать свой парсер с нуля. По крайней мере, например, в Java мне с трудом удавалось находить именно библиотеки парсинга научных форматов. Какие-то есть, но явно не все. И, как я сказал уже, это одна интересная разновидность. Тут Pandas тоже очень сильно выходит вперед. Это огромные, если вдруг кто-то следил, там, например, датасеты писем каких-то людей известных и знаменитых. Вам из них нужно что-то интересное выгрести, составить статью, опубликовать очень-очень-очень быстро. И тоже нет времени делать что-то серьезное, воротить свои какие-то велосипеды. Вот в Pandas такие вещи все есть. Еще отдельно особняком стоит такой круг задач, как задачи, связанные с так называемыми DMP-платформами. Тоже есть и класс и российских компаний, которые играют на этом рынке. Есть и молодые игроки, есть и более старые. Тут все пляшет от вашего пользователя. Самое центровое измерение, вокруг которого все будет крутиться, это некий User ID. Причем этот User ID, к сожалению, может устаревать раз в 30 дней, например, если это кука в вашем браузере и так далее. Но что это дает? Какие данные обычно подтягиваются? Все начинают с подтягивания данных пол и возраст. Тут все здорово. Хотя уже возраст, хотя уже пол не столь хороший тип данных. Это так называемые категориальные данные. Ну, можно их заменить нулем и единицей, но это не всегда хорошо, кто же будет единицей. Это очень сложно поспорить. Это географические данные. Они вообще очень нехорошие в том плане, что, не знаю, у вас есть какая-нибудь таблица с кодами регионов, не знаю, автомобильными. Это не тот порядок, в котором стоит это все сортировать. Вам нужно снова придумать свою какую-то функцию, которая преобразует какие-то географические данные в какие-то числовые. Не знаю, разные могут быть примеры. Например, в России очень актуально такое преобразование. Это удаленность города, логарифм от числа километров населенного пункта от Москвы. Начинают наблюдаться интересные закономерности, если вы такую фичу вставляете. Ну и так далее. Или, например, проживание вдоль государственной границы в радиусе 100 километров. Ну, к сожалению, там, Геоэпи не всегда дает такие хорошие данные, чтобы определить, ты в радиусе 100 километров от границы или нет. Но какие-то иногда вещи с большой точностью, особенно если с мобильных данных идут, вы можете эти данные получать. И это, конечно, всякая информация о вашей активности, лайках и так далее. И вот все эти кусочки, они собираются в одну платформу из разрозненных датасетов. Они вообще, скорее всего, будут в будущем литься в онлайн. И вы вряд ли напишите на питоне продакшн решение, который, вот эту платформу, которая будет управлять. Но вот модельку, которая будет лежать в основе всего и работать на небольшом датасете, писать на питоне одно удовольствие. Тем более вам, как разработчику, скорее всего, не в ходу кластер скажут залазить. А вот дадут небольшие датасеты, в ней будут тысячи, максимум десятки тысяч запись. И не стоит никуда уходить. Тут еще один интересный момент, почему я считаю, что этот рынок будет очень развитой. Но мы вообще все платим своими персональными данными, когда что-то делаем в интернете. Я вот, я приведу снова твиттер, в пример, блин, я оставляю им свою геолокацию, геолокацию своих фотографий. Но это только если о геолокации говорить. Это они все могут связать с моим профилем, вычислить мои интересы на основе моих твитов. Но это не слишком интересное занятие, там однообразие. Но, возможно, вы ведете разнообразный твиттер или разнообразно смотрите видео ВКонтакте, или разнообразно смотрите видео на Ютубе. Ваш профиль интересов будет более интересный. И не дай бог, вы набрали там кормящая мать или что делать там через три месяца роды. Все. Ваша кука поднимается в цене. Она поднимается наверх, выталкивается во всех этих ДМП-системах. И все. Вы стоите очень дорого. Не 0,001 цент, а 0,01 цент. И вас начнут поливать таргетированные рекламы изо всех щелей. Вот. Ну, то есть, так можно, правда, узнать и о беременности жены. Ну, то есть, начинаете видеть эту рекламу. В общем, все ищите с разных браузеров. Я хотел просто во внимание обратить. Вот, например, есть такая в США платформа. Она собрала себе больше миллиарда браузерных кук. И это вовсе не Facebook, да? Почти рифма. Это еще миллионы мобильных профилей. И при этом у них очень-очень-очень простая моделька в основе TDMP. Они публиковали статью. То есть, для того, чтобы вычислить список интересов, которые они потом продадут, например, большим американским магазинам. Я не помню точно название. Ну, те самые магазины, когда вы заходите, там есть все, такие мини-супермаркеты. А на рамке, например, вы подконнектились к Wi-Fi, ваша кука ушла, ваш MAC-адрес вашего телефона, и список интересов из этой платформы подтянулся. И вам начинают, например, присылать локальную рекламу с тем, что где лежит и так далее. Вот все вот эти интересные штуки, в основе их лежат простые модели. Так, немножко при процессинге данных. Держитесь, держитесь. Я хотел поговорить вот то, чем именно будет заниматься на самом деле Pandas в нашем, так сказать, во всей этой сложной цепочке от первых идей до продакшена. На самом деле вы собираете какие-то маленькие разрозненные кусочки, особенно если у вас несколько источников данных, они все в кривых разных форматах. Вот это то самое интересное, что Pandas делать умеет. Вы определяете какие-то дефолтные значения для пропущенных ваших данных. Это очень важно. Данные красивые, ровные только на соревнованиях. На самом деле в жизни они все какие-то кривые, даже в идеальных логах, которые пишет какая-то интерпрайз-система, они все очень страшные. Если вы не начинаете определять пропущенные значения, начинаются серьезные проблемы. Мало того, что они влияют на результат, то вы вынуждены пренебречь очень ценной частью ваших данных. Самое главное, они могут быть неполными. У кого-то пропущено одно поле, у кого-то другое. Но не выкидывать же всех, у кого все идеально и не заполнено. Нужно эту информацию тоже использовать. Также очень важно удалить странные сигналы, каким-то образом нормировать какую-то бешеную фичу, у которой бешеный размах, огромные пропуски и так далее. Вот это все тоже интересно. Смержить какие-то таблицы из SQL немножко отличается от мержа источников данных. В общем, превратить все это в плоский вид, JSON превратить в плоский вид, что тоже очень важно. И вот с этим уже работать. Дальше вы начинаете и передвигаетесь куда-то к поиску каких-то паттернов ваших данных. Но на самом деле часть наших российских торговых сетей вы можете завоевать с одним простым решением. Это поиск ассоциативных правил. Например, если пользователь А купил в прошлом сезоне табуретки, в этом сезоне он купит ажурные перчатки. Насколько такое правило часто соблюдается? Очевидно, редко. Вот если человек покупает, не знаю, какую-нибудь кильку балтийскую, наверное, он купит серого хлебушка. Вот это правило на самом деле намного лучше работает. Торговые сети на основе этого порой формируют как выкладку товара, так формирование, меняют секции в зависимости от этого. То есть кто-то замечал, придя в супермаркет, что там все время перемешивают товар. На самом деле они делают это по-умному и не только на основе опыта продавцов, но и на основе ассоциативных правил. Также это позволяет прогнозировать закупки следующего товара, основываясь на продажах в предыдущий сезон. Если просрочки расстояния между покупками товара значительные. Например, вы приходите покупать брюки от какого-то костюма, у вас не хватило денег, а потом вы такие, наверное надо купить к нему пиджак, я получил следующую зарплату. Ну и так далее. А потом очень интересная вещь это, когда вам дали какие-то данные, но забыли их разметить. Как часто бывает, вы тут перестаете заниматься серьезными вещами и начинаете заниматься кластерным анализом, попытками хоть как-то сгруппировать ваши данные. На мой взгляд, в большинстве задач это именно тот самый случай, когда ваш заказчик не сильно понимает, что он хочет и уж тем более не готовит для вас тестировочное множество. Ну вот так бывает. Простой пример, вот мне нравится эта картинка из Курсеры, она все очень хорошо иллюстрирует. Вам нужно определить какой-то модельный ряд, какого размера вообще футболки выпускать. У вас какие-то есть данные о том, какой есть рост, какой есть вес. Надо посмотреть, эти люди вообще как-то группируются. Например, типичная проблема многих конференций, ты приходишь, а там только М-ки или Л-ки, если в размерах футболок. Ну кто покрупнее, вот, как и я, у них есть проблемы с тем, что его размерного ряда не хватило. Возможно, если бы организаторы конференции собрали данные о весе и росте, правильно бы все кластеризовали, мы бы получили удачные футболочки там или что-то еще. Итак, ну по крайней мере вашего размера. У меня вообще нет почти своего размера. Итак, если вот так вам повезло, что вам заказчик разметил ваши данные, у вас каким-то образом есть какие-то значения каких-то численных параметров и очень много ваших параметров тоже числовые, вы научились категории, например, цвета переводить в числа. Вы можете со всем этим поработать и построить так называемую регрессионную модель. То есть ваша цель — это найти некоторую функцию, которая максимально хорошим способом переводит ваши исходные данные. Как бы тут сейчас… Я сейчас попроще выражу. Все ваши страшные числовые параметры, она максимально на множестве всех возможных таких функций превращает вот в это самое тренировочное множество. И самое главное для всех тех данных, у которых нет каких-то известных результатов, например, вам разметили небольшой датасет, который за день, опять же, собрали какие-то люди, например, в торговых залах и так далее. Привязались торговые залы. А вам нужно дальше работать и предсказывать, не знаю, количество продаж, ой, количество продаж дальше в течение во всех филиалах, например, во всех магазинах и так далее. Вам нужно построить такую функцию, превратить все ваши фичи, как я уже сказал, категориальные в числовые и начать строить модели. Тут еще есть проблема с тем, что не все фичи значимы, особенно в регрессионных моделях. Вы строите первым делом, конечно же, линейную регрессию. О боже, никакого линейного закона нет. Строите полиномиальную. Нет и полиномиального. Хотя, возможно, если покалибровать какие-то вещи, может быть, есть какая-то функция, которая проходит через все эти точки. И тут начинается очень интересное. Вы строите классную функцию, все помнят интерполяцию с первого курса и так далее, которая проходит через все точки, но нифига не проходит через n плюс первую точку. Очень часто регрессионные модели заканчиваются людей на этом, и они на них забивают. Вы можете на них также забить, если вы в себе не уверены, не уверены в своей линейной алгебре. Дальше. Я уже немножко говорил о задачах кластеризации. Представим себе только, что у нас уже есть метки, каких-то множеств. То есть известны классы, на которые нужно все разделить. У меня тоже очень известная и популярная картинка с несчастными ирисами, которые нужно было разлепить. Это множество цветочков, про которые известно несколько числовых параметров. И вам известно три класса. Вам нужно, наосновываясь на некоторых исходных данных, новые цветочки разносить к тому или иному классу. Почему этот пример хорош? Потому что признаков мало, они все хорошо визуализируются, все это хорошо работает. Самое главное, примеры такой и подобные, они входят во многие научные питомовские библиотеки. Можете просто получить датасет ниоткуда не скачивая. Это очень удобно. Здесь следующая проблема. Вам в каком-то смысле в инмерном пространстве нужно провести некоторую границу между множествами. И вот тут может быть проблема, опять же, вы можете провести очень грубую границу. И тогда некоторые точки будут не очень хорошо склассифицированы. Но опять же, если в вашей задаче точность не должна быть слишком высока, вы можете не смотреть на какую-то стандартную ошибку и так далее. Порой первый прототип работает, ну и ладно, классифицирует, ну и хорошо. Опять же, если это не медицинские данные, а вам, например, ну нужно искать злоумышленника в зале на основе видеоряда. Если вы хоть какую-то подсказочку даете вашему следящему человеку, то уже все хорошо. Мне очень-очень и думаю многим нравится это так называемый decision trees. Тут тоже хочется вспомнить блестящий пример с Титаником. Если бы у людей на Титанике были, конечно, какие-то зачаточные знания, перед тем, как они покупают билет, они бы построили decision trees, полетели в будущее, собрали данные, построили бы decision trees. Конечно, бы никто не поплыл, но самые смелые попытались бы сделать для себя, скажем так, нахождение там более оптимальным. Какие данные собрали о пассажирах с Титаника? Это как принадлежность их, вы помните, первый, второй, третий класс и так далее. Это, например, количество родственников первого порядка, например, ваши дети, ваши родители, количество родственников второго порядка. Так, не знаю, муж, двоюродные сестры, ну, вроде родственник. Но не сильно влияет на вашу спасаемость. На самом деле на борту Титаника это возраст, веса, по-моему, не было. Ну, на самом деле там было еще много признаков, но не все из них входят в финальное решающее дерево. Тут, на самом деле, основная проблема в решающих деревьях, когда у вас мало признаков, вы еще можете построить что-то удобное, варимое. Например, берем пассажира, спрашиваем, слушай, ты мужчина или нет? Нет, высокая вероятность выжить. Да, начинаем спрашивать, ты очень взрослый или нет? Вот тут проблема была в том, что у детей были проблемы с тем, чтобы выжить, если вы мужчина. Мальчиков почему-то как-то так сильно игнорировали. И дальше вот этот странный параметр, это вот то самое количество родственников второго порядка на вашем борту. Вот если у вас было больше двух с половиной, то вы с высокой вероятностью выживали, если нет, умирали. Но это все, что касается мужчин. Непонятное дерево. Блин, они же не учли класс, пассажиры третьего класса ломились куда-то. Это основная проблема решающих деревьев. Вы берете питоновскую либу, загоняете в нее фичи, строите хорошее дерево и не можете объяснить заказчику, как блин, оно получилось. То есть, потому что там какая-то магическая коробка, а он сидит и неудумевает, слушай, не, ну что-то не так. Но работает же? Работает. Вот это основная проблема, на мой взгляд, решающих деревьев. И, конечно же, наш друг, друг всех друзей и так далее, это метод KNN. Он очень хорошо работает на маленьких датасетах и при этом на больших количествах фичей. Ну, неплохо он так вычисляется. А тут дело в чем? Посмотрим на картинку выше, в левом углу, не на картинку ниже. Вот есть у нас, жили-были два семейства синеньких квадратиков и красненьких треугольников. И неожиданно в это семейство, не знаю, приехал эмигрант, он зеленый кружочек. Ему нужно определяться, он с теми или с другими. Что в этой ситуации делать? Он где-то поселился и он пытается определиться. Вот тут на районе какие-то пацаны тусуются. И вот, как я понимаю, тут больше красных треугольничков. Ну, пожалуй, я тоже буду красным треугольничком. Однако, если взять район пошире, так сказать, административных границах, тут все-таки больше синих квадратиков, в случае чего они мне помогут намного лучше. Буду я синим квадратиком, если возьму пять ближайших соседей, ну и так далее. Так этот метод и работает. Вы определяете принадлежность к тому или иному классу по принадлежности ваших соседей. Здесь, конечно, можно по-всячески ухищряться. Делать веса, например, ну тех, кто живет очень далеко, наверное, они не так сильно влияют. Те, кто живет ближе, они серьезнее. Возможно, еще какие-то веса можно добавлять, если взвешенный КНН, исключайный КНН и так далее. Фух. Сейчас уже очень быстро. Дальше приходит, к сожалению, такой вот невероятный момент, когда вы отбрехались, сказали своему руководителю, окей, я буду делать что-то на питоне, у меня есть классные библиотеки, он говорит, а вдруг это решение должно быть масштабируемым, давай посмотрим на замечательную картинку, в которой миллион уже компаний, которые все что-то делают без нас, можно купить их сервис, ничего не делать и вообще есть Hadoop, давай поставим Hadoop, скорее, скорее. Правда, там же на питоне нельзя делать. Он такой говорит, ты говоришь, нет, да можно же, вот же делают, какие-то стриминговые вещи делают. Он говорит, да нет, нет, в книжке же не написано, это реальные детали разговоров с Java, в том числе разработчиками, с Java разработчиками. Ну все же на Java вообще давай все делать. Я как Java программист внутренне с этим соглашаюсь, но я на питон-конференции говорю, нет, нет, не делайте так, питон может, он мощный, недаром по просьбам трудящихся ко многим таким вещам есть и питоновская API и так далее, которая людям, которые закоренели в своем языке, позволяет делать всякие чудесные вещи. И как на нижнем уровне, то есть вы можете работать как с Hadoop, так с некоторыми базами данных, но SQL, но, к сожалению, не со всеми, по-моему, через различные недо-ORM, нельзя назвать ORM, когда ты лезешь в NoSQL, но я не знаю другого метода. Другого метода это обозвать. Как и на других, например, уровнях. Это инфраструктуры некоторые, не секрет, что во многих инфраструктурах многие куски тоже написаны на питоне. Тут ваше супер преимущество. К вам приходит Java разработчик и говорит, я нифига не понимаю, что здесь написано, тут какие-то скобочек нет. Он такой, ага, и одеваете плащ, волшебную шляпу, идете и все, его спасаете. То есть вы быстро разбираетесь в конфигах и говорите, слушай, это же язык, на котором я пишу. Далее. По методикам. Тоже картинка, собранная, скажем так, с предпочтений, голосовалок. Опрашивали людей на различных конференциях 2012-2013 года в Европе. Какие методы вы больше всего используете при решении ваших задач? Опрашивали как разработчиков, так и консультантов и менеджеров. Тут интересно… ну менеджеров было мало, поэтому нельзя сказать, что кистограмма ну очень наглядная. На что стоит обратить внимание? В топе оказались решающие деревья, регрессия, кластерный анализ, современные серии и немножко нейронных сеток. Нейронные сетки для тех, кто очень любит распространование образов, еще какие-то такие штуки. Ну там, наверное, нет никакой конкуренции, я сегодня это не затрагивал. У меня другие задачи чаще всего встречались. Все остальные вещи идут по убыванию, только в конце идут какие-то всякие модные слова, там типа генетический алгоритм, он круто звучит, но немножко не относится к этому классу задач, он другие вещи решает. Это приматационный. Или там social network analysis, но на деле там стоит какой-нибудь процессинг больших графов, он тоже не в каждой задачке встречается. Итак, переходим к нашим классным… ой, картинка, спойлер, подождите. Модные языки. Самые первые в ряду модных и давно укоренившихся языков это… тут должно быть размыто, кто узнает, что это такое? Это не Matlab, это Октава. Это ее опенсорсный друг Matlab. Подождите, Matlab мне религия не позволяет покупать. И я не знаю, как вам, я как-то решил купить Matlab кластер, думаю, ну ладно, 100 долларов заплачу за лицензию, можно у меня пиратка была там, думаю, я хочу купить лицензию. Они мне прислали счет на 12 тысяч долларов. Я такой, ладно. Поставил Октав, ну что-то работает, какие-то вычисления. Вообще в универе всячески во всех запихивают, либо Matlab, если есть учебная лицензия, либо Октав. Вот я вижу, тут даже кивают. Да, одна беда и вторая беда. Ну, вообще то, что это свободно, это плюс. Вообще как-то уже не принято, что ли, делать какие-то, возможно, бесплатные исследования на платных штуках. Это очень странно. Во-первых, есть проблема с тем, что, ну, Октав, он не то, чтобы сильно для Machine Learning прям так заточен. Это несколько более низовой пакет для других математических вычислений и другого отсека моделирования. Если вы там, не знаю, самолет для Боинга фигачите, то, возможно, Октав для вас лучший выбор. Но если вы дальше будете какую-то предиктивную модель строить, ну, несколько хуже. Хотя, например, оптимизационные функции здоровские, но их очень сложно, блин, привязать и куда-то вызвать. То есть, конечно, можно, есть способы. В Java или в C++, в Python чуть похуже, но тоже как-то можно туда залезть, например, через Java. А то, что мне сильно не нравится, это однопоточная модель, вы поставите какой-то Октав-сервер, будете посылать туда что-то на вход, он будет вам выдавать. Не здорово, еще и с тормозами. Но он не для этого приспособлен. Он все-таки приспособлен для первого прототипирования. Но, скорее всего, ваш директор искал именно такого парня, который умеет ставить эту штуку. Ставить легко. Быстро показываете, что разработка на ней стоит дорого, игнорируйте ей. Дальше. Второй суперконкурент. В Питере вообще суперсильны позиции R-разработчиков и и же с ними. Я прямо смотрю, они укрепляются с каждым днем. Я не могу разрабатывать штуки с таким гуем. Просто потому, что это себя не уважать. Эта штука очень старая. Эта штука, безусловно, взошла, наверное, сразу как фортран погиб и в себя втянула, кстати, мощь фортрана. Часть пакетов просто напрямую вызывают фортрановские функции. Часть пакетов написаны на Java почему-то. Часть пакетов написаны академиками в рамках защиты своих диссертаций и заброшены. Если кто-то из вас когда писал диссертацию и забрасывал ее, ну вы понимаете, как это происходит. Почему я считаю R здесь проигрывает? Это вот мое откровенное мнение на самом деле. Это ужасное взрослое комьюнити. Оно взрослее меня в два с половиной раза. Я ничего не могу им сказать, чего-то спросить. У них какой-то другой стиль общения. Им не понравилась как-то моя пикча, которая такая серьезная стояла. Все, общение прекратилось. Классное комьюнити. Картинка не понравилась. Синтаксис такой сладенький. Вы пишете такие высокоуровневые штуки. Тут просто можно позавиду. Питон просто низкоуровневый язык по сравнению. Сэр. Ну то есть серьезно. При этом вы пишете одну строчку кода, на питоне это было бы 100. Но это одна строчка кода. Нифига непонятная. Не в смысле, что она сложная. Она делает что-то запредельное. Вы лезете в исходники, пытаетесь разобраться. И потом в итоге долазите до нормального кода где-нибудь там наявили, на сях. И наконец-то понимаете, что там с памятью происходит. Почему у вас сэр обвалился на маленьком датасете, в котором почему-то он выживал у вас гиг памяти, хотя там было 10 тысяч записей. Такое тоже бывает. Он сделал что-то страшное. Вы не понимаете, что никакого джета. Упаси боже. Опять же, однопоточная модель, хотя часть алгоритмов распараллеливаются. Небольшая часть есть пакеты для распараллеливания. И, конечно, это не очень круто для вашего продакшена. Есть некий сервер. Веб-сервер даже есть для R. Там даже веб-штуки можно какие-то делать. Тоже на R. Но они как-то работают. Но они подучие. То есть по необъяснимым причинам стектрейс не всегда печатается. В общем, геморроя можно огрести. Почему бы и тут такой акцент, и не Python такие. Тут должны были быть еще какие-то модные языки, но время наше ограничено. Вот поэтому. Но вообще, как я сам давно заметил, это была для меня лично мотивационная часть, как для Java-разработчика. Почему вообще Python? Да потому что я всегда плевался. Боже, там все эти юные сайентисты ходят. Python идол, Python то, Python все. Я сейчас в носях найду такие же библиотеки. Находил. Долго. Мучился. Ну, в смысле, все работало тоже, но не быстро. А иногда тебя ждут ответа вчера. Ровно это проблема. Python это как клей. На самом деле, причем клей не только каких-то новых классных пакетов, но и будущего с прошлым. В прошлое я имею в виду все-таки огромный наработанный какой-то стэк алгоритмов на фортране и на C, просто на голом C, которые были написаны там в Америке преимущественно, в каких-то научных университетах и так далее. Он в каком-то смысле решает вашу двухязыковую проблему. Типичный проект. Модель на R или модель на октав и какой-нибудь продакшн на Ruby. Ну, то есть, есть проблемы. Так, нам нужно веб-приложение для заказчика, и нам нужна какая-то математическая модель, в которую мы изредка будем что-то грузить. Ну, питон в каком-то смысле выбирает в себя все и решает все эти ваши вопросы. В крайнем случае, если вам что-то нужно, я сам попробовал пописать, очень интересно. Когда вы из питона вызываете Java код, какие-то Java библиотеки. Есть такая штука G-tone. Из нее, правда, не все питоновское доступно, к сожалению, не все почему-то грузится, но в основном многие вещи грузятся. Если вам нужна какая-то штука, особенно когда вы уже в Big Data полезли, в продакшн, есть момент, есть возможность не переписывать сразу все это на Java или на C. Есть возможность как раз запустить на JVM ваш G, почти без особого преобразования ваш код на питоне, подгрузить туда библиотечки, эта штука будет волочиться, и вы можете выделять ей много памяти, давать классные флаги и так далее. Ну, то есть, залазить уже в другую оптимизацию. При этом не переписывая ваш код. Он проживает таким образом еще одну стадию. И мне очень радует, меня лично очень радует. Действительно, не такой долгий путь для какого-то Highload продакшна. В принципе, есть продакшны, в которых питон крутится. Так, что-то… А, вот так. Теперь немножко о фреймворках. Ну, конечно, стоит стартовать с такого замечательного сына Фортрана. Кто помнит такую книжку, ее все рекламировали, энциклопедия профессора Фортрана. Да, тот самый. И при этом NumPy, он часть интерфейсов, часть библиотек просто в свое время отнаследовал, когда его переписывали. В нем есть замечательная просто штука под названием MDRay. Я не знаю, как точно это произносится. Я так себе это в голове произношу. Это такой супер объект, супер матрица. Она в некоторых реализациях даже разряженная. Ну, уже, по-моему, не в NumPy-ских. Это просто набор каких-то разряженных матриц. Это замечательные тулы для чтения и записи на диск. Всяких видов файлов, в том числе бинарных, в свои форматы. Они действительно немного места занимают. Вот этим они мне очень сильно нравятся. Вот если вам нужна линейная алгебра, какие-то пакеты, то, для чего вы используете, например, Octavu или Matlab, можно выкидывать, использоваться NumPy. И, конечно, замечательные тулы для интеграции старого кода. Ну, я надеюсь, вам это не сильно пригодится. Я на всякий случай сказал, если вам вдруг попадется модуль на Фортране от западного заказчика, а это очень часто на самом деле бывает. У меня дед писал на Фортране, вот остался в наследство в нашем бизнесе. Вот такая вещь бывает. Замечательная библияка SciPy, я ее так аккодизовал, это замечательный слуга. На самом деле, вот NumPy не часто проглядывает сквозь толщу всех библиотек наверх, а вот эта библиотека уже начинает проглядывать. Вы начинаете ей пользоваться, когда вам нужна, например, ваша матрица слишком большая, вам нужна разреженная матрица. Когда вам нужно обработать какие-то сигналы, вы работаете с музыкой или с шумами или еще что-то. Вот эта вся штука начинает подтягиваться. Оптимизационные задачи начинают от простой, одномерной оптимизации до многомерной. Это штука онлайнит C++ код. Вот такие, когда-то мы в C++ онлайнили ассемблер, теперь вот мы онлайним C++ в наш питон, и это выглядит очень круто вообще. Мне нравится, что там очень мощный статистический пакет, его в принципе хватает. Есть какие-то другие пакеты, но вот, честно говоря, мне для всех вещей хватало в библиотеке. Конечно же, штука, про которую надо рассказать, наш великий кормчий. Я не знаю, что без нее до этого делал питон сообщество, она все-таки не такая древняя. Но приходилось очень много ручной работы делать, и товарищи, товарищи сделали классную библиотеку. Это Pandas. Что же в ней классного? В ней есть та штука, из-за которой R одно время доминировал. Это DataFrame. DataFrame – это удобная, классная, размеченная, плоская табличка в вашей, например, памяти. Ну, в смысле, не вашей, а в оперативной. В которой можно делать интересные вещи. Можете брать ваши датасеты, вы можете как-то их склеивать, разделять, мерзжить, блин, join, делать group by. Ну, все вот эти вот классные штуки, которые… Тут очень хорошо можно начать использовать на SQL-источнике, которые всяких join-ов не поддерживают. А данных у вас, например, умеренно. Они просто странно структурированы. Вы берете все эти странные структуры, читаете из любого типа файлов. От CSV до JSON-ов, например, в которых все иерархическое вполне. Соответственно, из MongoDB тоже и так далее. Ну, в смысле, не сам Pandas отвечает за чтение из MongoDB. Для этого, понятно, есть другая тулла. Но в целом, те данные, которые к вам пришли в JSON-подобном формате, в таком документе, вы дальше можете легко сплющить в этот ваш датафрейм, получив, правда, некоторую избыточность. И самое главное, у него действительно, для тех, кто работает с финансовыми данными, вот дальше можно не ходить, не использовать никакие штуки. Вот в Pandas прикрутили, видимо, не занятую ни в какой нише, штуку для работы с временными сериями, временными рядами в самом широком смысле этого слова, но самое главное в финансовом. И самое главное, что все эти файлы можно еще не только читать, но можно еще и писать, передавая для других систем. Причем как в дырочку какую-то стучать и каким-то потоком, так и можно просто записывать файлы для старых систем, которые приходят и забирают куски. Если вам нужно что-то нарисовать, лучше библиотечки Matplotlib просто нет. Она очень клевая, в том плане, что жрет не очень много ресурсов. Правда, иногда могут быть проблемы с какими-то сишными библиотеками при установке, но в последнее время особо нет. Какой-то период назад они были. Я только хочу все оговориться. Вот все вещи, которые я говорю, они все-таки справедливы больше для Питона 2.7. То есть с третьим есть проблемы. Есть проблемы у всех этих вещей. Кого-то есть, кто-то переехал, кто-то нет. В общем, если вы делаете научное исследование, скорее всего, вам придется на предыдущем, так сказать, питоне писать. Ой, не в ту сторону, сори. У меня дважды, простите, слайд попался. Замечательнейшая просто библиотека для тех, кто уже начинает строить самые простые модели, при этом не то чтобы сильно погрузился в какие-то сложные математические вычисления. Чем здорово? В R все-таки немножко надо думать головой. В Питоне уже не очень. В том плане, чтобы стартовать. Да-да-да, я уже скоро завершусь. Здесь есть все. И классификация, и регрессия, и кластеринг, и decision trees. Причем деревьев много, они разные, хорошие. Вы можете просто загрузить все данные в ваш датафрейм и дальше работать. Есть замечательные вещи, которые позволяют вам сравнивать, валидировать, выбирать ваши параметры. Вот это все здесь. Вот те все вот эти вещи, когда все прочитали, заполнили и так далее. Я, наверное, угрызу время на вопросы. Хорошо я порассказывал чуть-чуть. Это замечательный просто пакет для энкодинга вот этих самых категориальных фич. Когда вам нужно какие-то вещи с мощностью, как, например, два пола или, например, 5000 значений, каким-то образом закодировать, превратить в числовые. Причем, чтобы это имело смысл. Вот это все здесь есть. Это очень хорошо. И, конечно, сокращение размерности. Я отдельно хотел сказать про эту библиотеку. Например, такая здоровая штука, как, например, Apache Mahout. Она, например, старается копировать интерфейсы этой библиотеки и в каком-то смысле иметь для Java-разработчиков возможность, так сказать, приобщиться к этой мощи, но немножко отстает. То есть в продакшн вы можете переехать, используя, в общем-то, те же названия методов, если у вас там реально большие данные, там, не знаю, сотни гигабайт. И вы можете запускать, например, в кластере вот эту штуку. Все будет работать. Я немножко пропущу. Sorry. Я сразу перейду дальше на такую вещь. Если вы все-таки хотите избежать вот этой страшной вещи с вашим заказчиком, я хочу Hadoop Cluster, у нас есть Hadoop Cluster. Вы можете перепрыгнуть через это. Скажите ему, я еще более лиловый. Можно запускать все на Spark. И он как, Spark же требует скаут. И говоришь, нет, есть PySpark. Это еще один такой товарищ в своем плаще. Отдельно про Spark, если вдруг кто не пользовался. Это штука, которая следует парадигме MapReduce, только запускается в памяти, при этом делает как можно меньше сохранения на диск. Чуть меньше безопасности, чуть больше, нет, сильно больше ускорения вычислений в вашей памяти. Где-то показывают картинки до 50 раз быстрее, ну, собственно, во многом все-таки за счет уменьшения сохранения на диск. Есть полный набор тулов, аналогичных к Hadoop, если кто-то пользовался, все это можно найти. Есть даже библиотечка, своя отдельная для машин лернинга, ML-лип. Я про нее хотел сказать, что в ней в том числе, но не только, она является в каком-то смысле расширенной версией сайта scikit-learn, в том плане, что там ей добавлены еще некоторые методы. Но облом в этой библиотеке, к сожалению, PySpark, вот это вот Python API, оно не поддерживает графовые фичи. То есть графы вы процессить не сможете. Все остальные вещи, скорее всего, делать сможете уже на больших данных. И из интересного, хотел отметить, Python же динамический такой язык, в этой самой RDD, такой в основном базовом кирпиче скаловской интерпретации, вы можете хранить множественные типы. Не знаю зачем, но можно. Это очень здорово. Как я уже сказал, не поддерживаются несколько вещей, и также есть проблемы с чтением нетекстовых файлов. Вот как раз, ну это именно у Python API. Возможно, зарелизят в следующих каких-то выпусках, но вот вчера, по-моему, смотрел, ничего такого не было. Как я уже сказал, требует староватый Python, не третий, не тестировалось даже сказанное. Мы не тестировали даже с третьим Python, говорят разработчики. И при этом используется стандартный, стандартный интерпретатор, без каких-то не пайпайда, например, о котором тоже сегодня рассказывали в соседнем зале. Вот как-то на все это ворочается. Как я уже сказал, граф X не поддерживается. Что же делать с процессингом графом? Не дай бог, нам надо посчитать пейджинг. Не на каком-то большом датасете. Например, есть корпоративная сеть, в которой люди пишут в чаты и так далее. Надо выделить вершины влияния, и потом повысить им зарплату. Представляете, такая у кого-нибудь задача есть. Ну, в больших корпорациях они такие задачи решают. По сути, можно запустить пейджинг, оценить важность и так далее. А, меня торопят, что же я так на два часа. Итак, у вас есть замечательная ЛИБА под названием NetworkX. Она просто шикарная в том плане, что, например, некоторые джававские инструменты не дотягивают. Я с удивлением увидел количество поддержанных, так сказать, алгоритмов. И после этого, честно говоря, предался всякому разврату с этой библиотекой. Дело в том, что она поддерживает не только разные типы графов, как многослойные, в том числе мультиграфы, случайные ребра и так далее. У ней просто есть замечательные генераторы. Вот если у вас нет какого-то своего датасета, классного графа, но вы хотите поработать с графом, который соответствует какой-то теореме. Правильный случайный граф, правильная модель интернета. Такой, знаете, есть такие модельки. Была в начале первая вершина, никто на нее не ссылался. Пришла вторая вершина и сослалась на нее. Ну вот, например, такая моделька случайного графа интернета. Вот все эти вещи есть в генераторах. Он силен своими генераторами, и вот это не исключение, это библиотека. И для анализа вы можете делать замечательные вещи. Ну, правда, до того момента, пока у вас в графе не наступит 100 тысяч вершин, я сразу оговорюсь, после этого вам придется портировать какие-то алгоритмы или переписывать. Это кластеризация, поиск независимого множества и так далее. То есть для ВКонтакте вы все эти вещи не поищете, вам придется как-то это распиливать и так далее, использовать другие механизмы, в том числе уже другие тулы. Но если у вас некая, не знаю, пользователь гитхаба, наверное, вы какие-то все вещи с этим можете делать. Я вот пример хотел привести. Ладно, пропускаю. Последний. Я вижу там строгого модератора. Буквально последняя вещь, которой стоит задуматься. Python является, наверное, одним из самых популярных языков для того, чтобы участвовать в соревнованиях по машинному обучению, так называемый Kaggle. Замечательные на самом деле соревнования. Я сейчас буду их просто ругать. Кто-то, может быть, в них и не участвовал. Я сразу их поругаю, вы подумайте, может, не будете участвовать. Дело классное. Там лежат задачки. За них дают деньги, за какие-то, за которые вы решаете. За те, которые не дают, есть тестовый пример написан на Python или на R. Вы берете его, скачиваете, все делаете. Все здорово. Данные гладкие. Все получается. В том числе вот задачка с Титаником тоже оттуда была. Слямзина. Замечательная вещь, на которую все папают, это лидер барда. Ты какой на лидер барде? Спрашивают друг друга два дата сайентиста в Петербурге. Я там такой, а я такой-то. Ммм, ку. Ну и делают так в желтых штанах. Тут в чем проблема, на мой взгляд. Основная проблема, что вы ничего из дата майнинга на самом деле такого не делаете. Вы только работаете с моделями. Как я уже показывал, этот пример может быть намного шире. Вы не думайте о том, насколько должна быть в этом данном конкретном случае аккуратная ваша модель. То есть на самом деле где-то, как я говорил, точно сильно важна, а где-то не сильно важна. Потом вы просто не общаетесь с бизнесом, которому эта задачка может быть и вообще не была нужна. Ну, вы скажете, не часть работы дата сайентиста? Нет, часть, чтобы не продавать все подряд. Это то, что у вас данные все очень модельные, хорошо очищены, вам не надо работать с пропусками и вообще проверять достоверность. И основная проблема – это метрики, по которым все это проверяется. Ну, то есть метрики ужасающие. Вы берете какие-то стандартные метрики, по ним все хорошо, вы поднимаетесь в лидер барде. Вот чтобы вам в реальной задаче эту метрику для оценки вашего качества пришлось использовать, ну, нифига. Почти никогда. Это такой сгенированный опыт людей, которые очень много там работали, не только мое заявление. Ну и, конечно, как я сказал, это слишком далеко от вашего продакшена. И теперь выводы. Подытожим. Какое же место занимает Python и Wattles'ы просто во всем этом мире, датамайнинга и так далее? На самом деле, когда у вас есть небольшой сэмпл, даже Python не нужен. Хватает, конечно же, Excel, чего уж более. Или вы можете на башню написать простой скрипт, который что-то обрабатывает. Как только у вас появляются какие-то килобайты или мегабайты, максимум маленькие мегабайты, 2 мегабайта данных, вы можете использовать MATLAB Octave R. Вы ученые, вам дали задачку, тех задания вы сделали, забыли. Вам не надо думать о потоке данных. Как только у вас появляются какие-то онлайн данные, которые текут хотя бы с скоростью несколько килобайт в секунду, хотя бы 100 записей в секунду, вам уже нужно делать что-то серьезное, вам уже нужно иметь какой-то сторож, который будет хранить что-то, что туда лазит. Ну, это не Octave путь. Это уже как минимум Python, да, то есть вы начинаете из него лазить через разные библиотеки, простые, сложные и так далее. И в том числе где-то на этом уровне вы еще можете использовать так называемую студию Veka, на которой вы что-то можете процессить, но она в основном генерирует на Java, к сожалению. Как только наступает время каких-то больших данных, когда у вас уже и хранятся терабайты, и процессятся терабайты, и все страшно, конечно, однопоточный какой-то код с этими локами на Python будет тяжеловато работать. Но что вам мешает сделать тысячу инстансов на слабых машинках, а не которые будут что-то изолированно делать? Можно тоже. Вашу питоновскую модель тоже можно разнести, и она на каждом инстансе будет что-то делать. Если вам не нужно калибровать результаты, до продакшена это вполне себе доживает. Очень редко кто-то после запуска такой, давайте коэффициенты динамически пересчитывать, перезапускать модель. То есть это все отдельно немножко делается. Пара ссылок потом, если вы увидите презентацию. Мейлинг-ресты, которым стоит подключиться, конференции, на которых рассказывается данную тематику несколько шире. И, конечно, книжки, которые стоит прочитать, как только вы этим всем занимаетесь. В общем, время на вопросы не осталось, но вам спасибо. Аплодисменты! Время на вопросы, конечно же, осталось, потому что мы профессионалы, да, и все делаем в правильном порядке. У нас есть время, я думаю, на три вопроса. Пусть что на кофе-брейке вас ждет не только кофе, но и вкусные печеньки. Ибо на хорошей конференции должны быть вкусные печеньки. И, конечно же, автор, которого вы сможете окружить и задать все то, что вы хотели спросить. Итак, первый вопрос. Первый вопрос. Кто задает первый вопрос? Ну, неужели все понятно? У вас нет никаких данных, которые вы хотите анализировать сами? У вас нет опыта анализа данных? Что, будете? Прошу. У меня не вопрос, у меня просто предложение вернуться к тому слайду, который вы пропустили с примером. Мне кажется, там было что-то интересное. Возможно. Поддерживаю. Я просто не помню, я несколько слайдов проскочил. Спарковский пример? Тут еще был пример с векой, который я тоже проскочил. Я буквально в двух словах хотел сказать о студии. Да, давайте с микрофоном. Если вы хотите стартовать, еще не хотите писать даже какой-то прототипный код, у вас есть просто датасет. И до того, как вы хотите выбрать модель и так далее, есть замечательная новозеландская компания с 90-х годов, пилит студию на каких-то джавовских компонентах, не суть. Скачали, поставили. Она легко грузит датасеты разные. Там можно проставить галочки «Исследуй мне этим способом», «Исследуй этим способом». Она проводит исследования, строит, например, деревья или строит ленинные регрессионные модели. Вы потом можете посравнивать в этой песочнице, выбрать метод и почитать уже о том, как он работает. И потом уже его дальше тюнить, смотреть, имплементирован ли он в питоновских библиотеках и так далее. Из хорошего эта штука генерирует код на джаве, который очень… Это хорошая штука, на самом деле. Сейчас поясню, почему. Можно раскладывать по вашему, например, ходу к кластеру рядом с каждым маппером. И эта штука будет работать. Но это если вы хотите модель на джаве, а не на питоне. Из еще интересного она генерирует такую диаграмму датафлоу. То есть вы построили цепь каких-то преобразований. И можете в принципе визуализировать, что со всем этим будет происходить. На самом деле маловато еще хороших графических тулов, которые так или иначе показывают вам преобразование. И опять же, опираясь на эту вещь, вы можете уже построить там сцепку моделей, сцепку трансформаций, сцепку преобразований. Ну вот такая вот диаграмма. Это вот то, что я, наверное, пропустил. Ну а Spark это был просто пример некоторого решения, когда он живучий. Ну что ж, я могу сказать, что когда вопросов к автору нету, это значит только одно, что тема данных раскрыта полностью. Ну почти. Прошу. Вопрос идет такой. Есть ли какой-то опыт у вас работы с текстами на естественных языках? И какие там библиотеки, методы? Смотрите, ну у меня сейчас я с текстами на естественных языках работал как с английским, так чуть-чуть с русским, но здесь более-менее опыт. Мне интересовал так называемый сентимент-анализ. То есть нужно было оценить очень тоже популярно. Нам там пишут посты или комментарии. Нам нужен какой-то способ оценивать, люди хорошо или плохо реагируют. Я еще не назову точно сход библиотеку, я попробую потом в твиттер запостить, если вспомню. Какая-то библиотечка, которая английские тексты неплохо оценивает от минус единицы до единицы. С русскими текстами проблема. Для русских текстов, на самом деле, если кто-то напишет, например, нормальную библиотеку для оценки сентимент-анализа, на любом языке куда-нибудь выложит с кем-нибудь API, это будет очень здорово. Русского языка из-за его, видимо, более сложного сарказма и так далее, сложно все это выделять. В нем просто, наверное, больше сарказма. В английском языке сарказм тоже не оценивается, но вот как-то его меньше, видимо, в Фейсбуке, там, не знаю, вот Фейсбук для себя делал, Тулу, еще некоторые, они в опенсорсе лежат. Но вот у меня вот такой опыт ограниченный, вот такие, вот с этой точки зрения текстов. Спасибо. Прошу. Такой вопрос. Во-первых, большое спасибо за доклад. И такой вопрос. Я студент физфака, часто приходится снимать данные с эксперимента. В чем лучше хранить? Как создать массивы, словари, сразу базы данных? Как определить, что лучше? Ну, я бы предположил, что зависит, наверное, от размера. Вот вы сказали, что часто. Ну, то есть вы сразу с многих, если там больше одной остановки или больше одного датчика, пуляете в какую-нибудь небольшую базу данных. То есть плохо от этого точно не будет. Настройте какое-то небольшое решение, которое будет сохранять, сохранять. Ваши логи вам точно пригодят через какое-то время. Вот, мне кажется, нет смысла онлайн это процессе сразу выдавать результаты. Поддерживаю. Если это не разовая задача, которую делается раз в год, то лучше сразу класть в базу данных и будет счастье. Да, это третий вопрос. Спасибо, да, за доклад тоже. А вот вопрос. По большей части я использую работу с базы данных Oracle. И как Python с Oracle? Можно ли данные, которые обрабатывать, хранить в Oracle вообще удобно? Это будет потом обращаться? Не использовать MongoDB, MySQL, еще какое-то. Вот именно связка Python Oracle. Смотрите, я так отвечу. На то, можно ли из Python лазить в Oracle, я так скажу. Я без понятия. Я Java разработчик преимущественно. То есть у меня Python только для научного анализа. Не удивлюсь, что если нет. Вот. Второй момент, это то, что Oracle, просто если у вас уже есть Oracle база, Oracle есть неплохой, просто насколько я знаю, набор инструментов, как для анализа, отчетов, all-up кубов и так далее. Скорее всего, вам могут даже не дать вылезти за эти пределы. Ну, из опыта моих коллег было так. Их заставляли использовать тулы из этого стека. И они, надо сказать, неплохие, просто у меня не было денег покупать. Вот. А у людей, если они начали это делать, вот, они продолжают. Ну что ж, коллеги, спасибо. У нас есть 20 минут. У нас есть 15. Вот. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...